Игорь Александрович, непростая ночь была для жителей Киева, а также жителей Харькова. Враг запустил ракеты, работали наши силы ПВО, но тем не менее уже уточняется информация о пострадавших. И известно уже на данный момент, что вот в частности в Сумах ранено шестеро детей, туда враг нанес удар по детскому учреждению. С вашей точки зрения, что это все может остановить и как? Ну, давайте этапно. И вот сегодня у нас 2 сентября, это день окончания Второй мировой войны. Вот, это как раз в этот день был подписан договор о полной окончательной капитуляции Японии. Вот остановить это может подписание договора о полной окончательной капитуляции России. Ну, это понятно, что этого ждать долго. И, в общем, такой исход сегодня, с сегодняшнего дня, вот и сегодня, с 2 сентября 2024 года, он не очень хорошо просматривается. Давайте что поближе. Что может остановить? Может остановить прежде всего две вещи. Это отмена стран-союзников, прежде всего Соединенных Штатов Америки и Германии, запрета на использование дальнобойного оружия. Ну, прежде всего, Соединенных Штатов Америки. Потому что Германия, в общем, как-то дальнобойное оружие пока не очень дает. Вот, США, прежде всего, решение Соединенных Штатов Америки. Снятие запрета на удары по российской территории. Откуда летят эти ракеты? Они летят с примерно 20 аэродромов, которые все находятся на территории европейской части России. Они все достижимы для ударов американского оружия. Все без исключения. Уничтожение вражеских аэродромов, вражеских самолетов на месте их дислокации – это абсолютно реальная задача. И это можно делать. И тогда вот эти жертвы, которые сегодня произошли, они бы не произошли. То есть удары по российским аэродромам, по инфраструктуре российского военного комплекса – это то, что может спасти жизни украинских детей, украинских мирных граждан и защитить украинские мирные города. Это первое. Второе – это предоставление этих самых ракет. Вот на сегодняшний момент совершенно непонятно, почему Соединенные Штаты Америки не предоставляют Украине то вооружение, которое ржавеет у них на складах. 7 тысяч томогавков. Зачем? Ну, я понимаю, что, так сказать, там… Ну, хотя бы тысячу передали бы Украине, вопрос начал бы решаться. Я понимаю, что это непросто, я понимаю, что там возникает вопрос наземной пусковой установки. Значит, какое-то количество увеличено, увеличить количество F-16 надо, потому что томогавки, они, в общем-то, являются вооружением, в том числе, и F-16. Ну, это уже вопрос логистики, вопрос военной экспертизы, но совершенно очевидно, что подобного рода акция вполне могла бы, ну, если не полностью ликвидировать потери, то радикально их меньше. Ну, наконец, еще такая мера, которая, мне кажется, ну, просто очевидна. Зеленский уже не раз обращался к своим союзникам с просьбой закрыть небо над западными районами Украины. То есть, сделать то, что страны НАТО делали по отношению к Израилю. Это вполне нормальная вещь, то есть, тут даже не надо оружие передавать, не надо совершать какие-то действия, которые враг может интерпретировать как эскалацию, а просто закрыть небо над, скажем, над Львовской и другими западными областями. За счет этого Украина могла бы перебросить свои ПВО на защиту восточных и центральных областей. Но и это не делается. То есть, на самом деле, мне кажется, есть совершенно очевидные вещи, которые на сегодняшний момент целиком зависят от Запада. Ну, а что касается тех действий, которые Украина может осуществить, Да, безусловно, создание санитарной зоны, то, что делается в Курской области, это маленький шаг в этом направлении. Но это не решает проблему, потому что невозможно же создать санитарную зону на всей европейской территории России. Поэтому все равно долетать будут. Из акватории Каспийского моря летят ракеты. С аэродрома «Энгельс» в Саратовской области летят ракеты. Ракеты летят и со стороны, и с Мурманского аэродрома, и так далее. То есть, на самом деле, уничтожение тех аэродромов, которые, на самом деле, несут в себе смерть Украину, уничтожение ракетных установок, это, конечно, задача, которую вполне может решить на сегодняшний момент украинская армия, если ей, во-первых, разрешат это делать, а во-вторых, дадут необходимое оружие. Вы описали конкретные, как нам кажется, очевидные шаги, которые бы могли помочь Украине. В частности, Рустам Умеров на прошлой неделе также был в Соединенных Штатах Америки. Он подтвердил, что он передал список военных целей на территории Российской Федерации для использования дальнобойного орудия. Игорь Александрович, просто я не могу понять, а в чем разница? Ну, вот военный объект за 30 километров от Харькова, да, и за 300 километров. Ведь и то, и то же является военной целью. Так почему вот два с половиной года полномасштабного вторжения Путин кошмарит украинские города, и мы видим, что последние дни он бьет детские дома, детские площадки в Харькове, то есть места массового скопления людей, супермаркеты, да, и тем не менее, как бы, нет, ну, реакции, которую бы хотела бы Украина, которая кажется нам очевидной. Почему? Уважаемая Евгения, понимаете, вы, я понимаю, что я человек немолодой, неважно выгляжу, но я все-таки не Байден, да, и вот меня не надо путать с Байденом. У меня другая фамилия, другая должность, и я другой человек. Поэтому вот этот вопрос, его бы надо задать Байдену, прежде всего, президенту Соединенных Штатов Америки, который принимает ключевые решения по данному вопросу. И вот почему в их головах созданы такие красные линии, которые на самом деле созданы только в их головах, а не отсутствуют на самом деле? Ну, то есть никаких красных линий, на самом деле, которые бы, пересечение которых означало бы какие-то ужасные последствия, их не существует. И Курская операция убедительно это доказала. То есть вообще весь ход этой войны за два с половиной, уже ближе к трем годам, доказывает, что этих красных линий нет, что Путин их постоянно рисует, как на песке, а потом их смывает, жизнь смывает. Они рисуются симпатическими чернилами. И они существуют на сегодняшний момент только в головах западных политиков. Потому что был разговор, что вот ай-яй-яй, ни в коем случае нельзя давать такое вот летальное оружие. Далее, хаймерсы, очень эффективное оружие, ничего не случилось. Потом говорили, что нельзя давать танки, потому что Путин обидится и ударит ядерной бомбой. Красная линия. Дали танки, ничего не случилось. Потом самолеты, то же самое. И сейчас вот украинская армия зашла и уже почти месяц стоит на территории Курской области. Фактически иностранный военный топчет святую русскую землю. И вы знаете, ничего. И ничего, небо не упало на землю. Да, скорее всего, когда-то, так сказать, Путин начнет отвечать. Там говорят, что когда дожди пойдут, Путин начнет зачистку. Но когда начнет, тогда начнет. Но в любом случае, единственный ответ, который Путин в состоянии дать, это вот эти вот уничтожения мирных городов. То есть, ничего другого Путин не делает. Поэтому нет этих красных линий. И, как мне кажется, что здесь, если все-таки пытаться ответить как-то рационально на ваш вопрос, я думаю, что это катастрофический, чудовищный провал западной экспертизы. То есть, были довольно мощные советологические центры, когда был Советский Союз. Потом, когда Советский Союз распался, и все посчитали, что все, империи зла нет, что все, настал конец истории. Пукуяма сказал, что все могут идти отдыхать, значит, и заниматься дальнейшим совершенствованием демократии, что наступил последний человек, все здорово. И, в принципе, вот произошла вот эта расслабуха. И были фактически лишены финансирования все эти центры изучения, так сказать, Северной Евразии, не понимая, что на самом деле Россия представляет собой, да, немножко уменьшенную, но не менее опасную империю, чем был Советский Союз. И на сегодняшний момент мы видим такую ахинею, которую несут западные эксперты в отношении России, что уши в трубочку сворачиваются. То есть они действительно ничего не понимают, что из себя представляет сегодняшняя Россия, что из себя представляет Путин. Они советуют какую-то чушь собачью. И в конечном итоге вот именно вот это вот влияние западной экспертизы, американской в том числе и британской, которая к тому же еще тяжело поражена российской агентурой, так называемой волгаризацией западного экспертного сообщества, мы видим ее проявление в неадекватной реакции на то, что происходит в России. Просто неадекватная реакция. Поэтому я думаю, что это большая проблема, и в частности, так сказать, украинские СМИ, украинские эксперты, украинские политики, украинские дипломаты, они в состоянии, как мне кажется, многое сделать для того, что и делают многое для того, чтобы открыть глаза Западу на реальное положение дел. Вот, потому что абсолютно ложная экспертиза дает в конечном итоге ложные решения, которые вот проявляются в том, что западные политики неадекватно реагируют на то, что происходит в России. Редактор субтитров А.Семкин